Почему стоит покупать у видео-шопер.ру, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Сейчас на рынке мобильных устройств можно найти планшет практически на любой вкус и цвет. Тонкие, ультратонкие, маленькие и большие. По большей части производством планшетов занимаются практически все мировые компании на рынке мобильных устройств. И среди них не обошлось и без компании Lenovo. Сегодня в нашем обзоре мы посмотрим на 8-дюймовый планшет Lenovo Yoga Tablet 8. Итак, начнем с комплектации. В коробке помимо планшета находится зарядное устройство, микро-USB кабель и документация. Только в нашем магазине видео-шопер.ру в том случае, если в течение 14 дней Lenovo Yoga Tablet вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию, без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Внешне Yoga Tablet 8 выглядит очень стильно. Когда впервые берешь его в руки, создается впечатление, что у тебя в руках находится сложенный журнал. А все это за счет цилиндрической ручки с торца устройства. Держать планшеты вправду очень удобно. Материалами изготовления Lenovo Yoga Tablet являются металл, из которого выполнен каркас устройства, и пластик, из которого сделана фактурная задняя крышка. Еще на тыльной стороне устройства присутствует откидная подставка, которая имеет три режима, с помощью которой гаджет очень удобно поставить или положить. Помимо этого, имеется возможность изменить угол обзора, что делает его удобным в использовании. Еще откидная площадка, помимо ее прямых функций, выполняет роль заглушки, под которой спрятана сим-карта для 3G-версии и слот под карту памяти. По размерам он достаточно компактен. В кармане, конечно, не поносишь, но в сумке много места не займет. Весит 400 грамм, что тоже не так много. Посмотрим на экран устройства. Тут мы имеем IPS-матрицу 8 дюймов с разрешением 1280 на 800 точек и плотностью 188 ppi. В целом экран неплох. Детализация, конечно, не поражает, но качество картинки вполне хорошее, как и углы обзора. Имеется как ручная, так и автоматическая регулировка яркости. Последняя основывается на работе датчика освещения. Технология Multi-Touch позволяет одновременно обрабатывать до 10 касаний. Элементы управления планшетом находятся в нижней части экрана. Кнопка включения спряталась на торце закругления. Рядом находится разъем microUSB. С противоположной стороны расположилась качелька громкости и разъем для наушников. Также сбоку на металлической вставке имеются два динамика, разнесенные по разным сторонам. По громкости и качеству они отличные. Видимо, все за счет технологии Dolby Digital Plus. В планшете имеются две камеры. Фронтальная расположена на экране и основная, которая находится с тыльной стороны устройства. Центром Yoga Tablet является четырехъядерный процессор Mediatek MT8125, работающий на частоте 1,2 ГГц. Такое решение часто встречается во многих недорогих устройствах. В целом, процессор справляется со всеми прямыми задачами на отлично, но с небольшой поправкой. На серьезные игры рассчитывать не стоит. А вот для просмотра видео, серфа в интернете и офисных задач его вполне хватает. Оперативной памяти в устройстве 1 ГБ, встроенной от 16 до 32 ГБ. Плюс возможность расширения за счет карты памяти microSD объемом до 64 ГБ. Ну и как бонусом, всегда можно воспользоваться возможностями режима OTG, подключив к планшету USB-флешку через специальный переходник. Это то, что касается тестируемой модели без 3G-модуля. У версии с 3G за аппаратную основу отвечает другой процессор Mediatek MT8389. В остальном их характеристики схожи. Чтобы получить представление о производительности тестируемого планшета, посмотрим на результат теста. В качестве операционной системы используется Android версии 4.2 Jelly Bean. Здесь отсутствует меню приложений. Все иконки просто размещаются на рабочих столах, как на всем известной нам iOS. Есть возможность добавлять рабочие столы, группировать приложения в папке, добавлять виджеты. Предустановленных программ не очень много. В общем, интерфейс ничего особенного собой не представляет. В плане визуального использования оболочка проста и незатейлива. Что касается быстродействия, то тут претензий нет совсем. Все перелистывается и открывается со скоростью, присущей самым быстрым и современным мобильным решениям. Никаких притормаживаний и лагов совершенно нет. Как говорилось ранее, планшет оснащен двумя модулями камер. Фронтальная на 1,6 мегапикселей и основная на 5 мегапикселей без вспышки, но с автофокусом. Звезд с неба она, конечно, не хватает, но запечатлеть какой-нибудь интересный момент всегда способна. Ее способности можно оценить по тестовому ролику. Продолжение следует... Емкость встроенного аккумулятора 6000 мАч, что очень неплохо для такого планшета. По времени его заряда хватает на день использования при умеренной работе. Из беспроводных интерфейсов Lenovo получила Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS. И еще раз напомню, только в нашем магазине video-shopper.ru в том случае, если в течение 14 дней Lenovo Yoga Tablet 8 вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию, без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Планшет Lenovo Yoga Tablet при не самой мощной аппаратной начинке не разочаровал. Строгий дизайн, оригинальная подставка, хороший звук и большое время автономной работы делают его отличным помощником. Единственным слабым местом является, наверное, экран невысокого разрешения. Обзор подготовлен интернет-магазином VideoShopper.ru Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Удачи в выборе! Почему стоит покупать у Video-Shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как «Звездной» и «Евросеть»? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Продолжение следует...